Суд приговорил Сашу Скочеленко по уголовному делу о фейках об армии к 7 годам лишения свободы за то, что она расклеила антивоенные ценники в магазине «Перекресток». Еще одно маленькое отступление. Я понимаю, что вам покажется затянутым этот разговор, но тем не менее анатомия делала серьезное. И уж анатомия так анатомия. Кому давали? 7 лет дали девушке за то, что она расклеила антивоенные ценники в магазине «Перекресток». В каком ряду находится это дело? 7 лет. Еще один ряд. Я привел исторический ряд судебных процессов, в ходе которых государство само себя обвиняло, вынося обвинительный приговор людям. А теперь еще один ряд. 7 лет. Кому давались? 7 лет колонии и за что? Вот буквально только что в Питере, то же самое суд был в Питере, человек убил прохожего ножом, получил 7 лет. То есть, вот Саша Скочеленко расклеила ценники, 7 лет. И в Питере 7 лет получил человек, который убил прохожего ножом. Тоже в Питере, тоже в этом году, но правда немножко раньше, в мае, значит, сиделка убила 63-летнюю женщину. 7 лет получила. Тоже убийство. Значит, в прошлом году мужчина убил своего приятеля и получил 7 лет. Ну и другие события, там, несколько раньше. В общем, короче говоря, 7 лет за убийство. Ну, я сейчас не буду уже говорить о целом потоке оправдательных приговоров, вернее, не оправдательных, а помиловании убийцам за то, что они якобы искупают свою вину, воюя против Украины. То есть, убийцы милуют для того, чтобы они и дальше убивали. Ну, вот теперь, значит, сам, собственно говоря, процесс. Я хотел бы остановиться на отдельных персонажах, потому что вообще, на самом деле, вот этот портрет России на фоне приговора Саши Скочеленко, это вот, он такой портрет в лицах. Вот лица России, они разные очень. И начну с первого лица, это следователь. Значит, сама Саша Скочеленко в своем заключительном слове сообщает, мое дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись его закрытия. В личной беседе с моим адвокатом он сказал, я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как дело Саши Скочеленко. И он бросил мое дело, несмотря на то, что оно сулило ему небывалый карьерный рост и уже принесло звездочку на погоны. Я считаю его поступок исключительно мужественным и думаю, что мы с ним похожи. Мы оба поступили по совести. Конец цитаты. Вот в самом этом деле Скочеленко трижды менялся государственный обвинитель. То есть, ну это отдельный разговор, у меня будет отдельный разговор об экспертов. Это тоже вот эта галерея портретов России, которая на фоне дела Скочеленко, она очень интересна, потому что это действительно очень разная, разноликая Россия предстает здесь. Естественно, одна из центральных фигур вот этого портрета России, которая проявилась на... Вот как фотографии раньше печатали, значит, в воде проступает вот этот портрет России из этого дела Скочеленко. Это, конечно, доносчица. Это один из центральных персонажей, потому что, собственно говоря, само дело Скочеленко началось с того, что покупательница магазина «Перекресток» — это 76-летняя дама, которая, значит, увидела ценник, на котором было написано «Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе, около 400 человек прятались в ней от обстрелов». Она вызвала в магазин полицию. И вот я прочитал внимательно текст, который опубликовало издание «Бумага», это питерское издание, которое с ней поговорило, и, значит, эта дама страшно возмущена, что ее считают доносчицы. Она гордится тем, что она сделала. Я процитирую некоторые ее высказывания. Значит, она говорит, что оплевали меня, не знаю как, я доносчик, я горжусь тем, что я сделала. Ну и дальше, значит, некоторые цитаты из большого интервью издания «Бумага» с этой пенсионеркой. На вопрос о том, как она относится к тому, что в Мариупольской художественной школе и других украинских строениях, которые разбомбила Россия, погибли люди, она отвечает, разбомбили. Ну и что? Разбомбили дом. Что там 400 человек прячется? Никто не мог знать. Кто это знает? Что это? Пришел летчик и сбросил целенаправленно каждому на голову, выстрелили и попали. Конец цитаты. Выстрелили и попали. Ну, 400 человек убили. Подумаешь. Зато, так сказать, Сашу с Кочеленко на 7 лет посадили. Вот это то, что в голове у этого человека, и это, в общем, это портрет современной России. Далее. Я не верю, что она возмущалась. А что этой Украины вообще не было, и что территория этой Украины на три четверти российские, это Новороссия, ни Украина никакая. Она об этом не думала? Это Саша. Конец цитаты. И дальше вопрос. Вопрос от журналиста. А вы смотрите российское телевидение государственное? Первый, второй канал. У нас в доме ответ. У нас в доме телевизора нет вообще. Я, правда, смотрю YouTube, потому что там можно самому выбрать. И что же вы смотрите, если не секрет? Спрашивает журналист. Ответ. Я смотрю, Царьград, Делягина, ну и Сатановский тоже. Вот, ребята, молодцы. Конец цитаты. То есть, вот содержимое головы этого человека, этой доносчицы, это Царьград, Делягин, Сатановский. Ну, это, естественно, не полный перечень, но так для примера. То есть, вот, вот, как бы, цепочка, цепочка вот этого преступления. Царьград, Делягин, Сатановский. Дальше донос. Дальше Украины никакой нет. Дальше, вот, ну, собственно говоря, вот он и есть, этот портрет России в динамике. В причинно-следственных связях. Дальше. Вопрос от журналиста. А насколько давно вы думаете, что Украины, как отдельной страны, вообще не было? И вот, что эту войну тоже начала Украина? Ответ. Я, вообще-то, хорошо знаю историю. Я в свое время хотел на исторический поступать, и вообще я помешан на декабристах. Потрясающе. И историю я знаю. И что Крым российский? Мы его не присоединяли, Крым мы вернули. Единственное хорошее, что сделал Путин. Вот, собственно говоря, и все. Вот, ну, примерно такой вот портрет той части России, вот этого глубинного народа, который, собственно говоря, и пишет сегодня, ну, в процессе, естественно, 4 миллиона доносов еще явно не написано, но, что называется, глаза боятся, руки делают. Вот это такой портрет. Немножко о содержании ценников, которые Саша Скочеленко разложила в торговом зале магазина. За что, собственно говоря, ее судят. Там было 6 ценников. Один из этих ценников, следователь Проскуряков, не включил в материалы дела. Об этом подробно. И так ценники, которые вошли в материалы дела. Первый. Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались нееда от обстрелов. Что является фактом? Следующее. Российских строчников отправили в Украину. Цена этой войны – жизни наших детей. Что не так? Дальше. Остановить войну. В первые три дня погибли 4300 российских садов. Почему об этом молчат на телевидении? Что не так? А что, об этом говорят на телевидении? Дальше. Путин врет нам с экранов. 3-20 лет. Итог этой лжи. Наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти. Доказательства бесконечного вранья Путина представлены многократно. Что не так? Мой дед участвовал в Великой Отечественной войне 4 года не для того, чтобы Россия стала фашистским государством и напала на Украину. Тоже проверка. Верификация этого утверждения очевидна. На самом деле был шестой еще ценник. Это то, что Россия использует перевозные крематории. О цинковых гробов с телами наших сыновей будет на этот раз. Ну, в любом случае, вот такие вот ценники развешивала, расставляла Саша Скочеленко. Ни в одном из этих сообщений нет ни грамма лжи. Все правда. То есть, человека судили за правду. Дело Саши Скочеленко длилось полтора года. Она все это время находилась в СИЗО. И здесь еще один фигурант, о котором... Это тоже еще один лик портрета России на фоне этого процесса. Тоже наряду с доносчицей, может быть, даже самой главной. Это судья, ее зовут Оксана Демяшева. Судья Василия Островского суда Санкт-Петербурга. Оксана Демяшева. Надо эту фамилию запомнить, потому что это важно. Я должен сказать, что, ну вот, поскольку у меня, как бы, все-таки не научный доклад, а публицистический стрим, я, естественно, не стал упоминать имена тех судей, которые были вот в этих исторических процессах. Но вот Оксана Демяшева, это тоже исторический уже персонаж. Это вот та часть портрета России, которая на самом деле вынесла себе фактически высшую меру. Саша Скочеленко дали 7 лет, а себе вот этот режим вынес высшую меру. Так вот, что из себя представляет судья Оксана Демяшева конкретно в деталях? Она не менее 35 раз отказывала Скочеленко и ее адвокатам в разного рода ходатайствах. Она отказалась приобщать к делу важнейшие документы, в том числе свидетельские показания, в том числе экспертизу, которые доказывают, по пунктам доказывают, что все дело Скочеленко высосано из пальцев, что все, что она говорила и делала, соответствует действительности. Отказалась приобщить к делу экспертизы, которые доказывали полную невиновность Скочеленко. Ну и свыше 20 отказов это ее запрет вот этой судьи о том, что устраивает перерывы во время заседаний. Потому что, ну вот конкретные примеры. Судебное заседание 20 октября. Саша Скочеленко просит объявить 15-минутный перерыв, потому что ей нужно попить воды, а с собой в зал суда воду ей брать не разрешают. Судья Оксана Демяшева объявляет перерыв, но когда слушатели возвращаются в зал заседаний, Скочеленко сидит в судебной клетке с заплаканными глазами. Оказалось, что во время перерыва конвоиры отказались выводить ее из клетки. Саша просит судью еще об одном перерыве, но, значит, судья запрещает перерыв. То есть издевательство в чистой воды. Ну вот просто вспоминается чеховская каштанка, которую, так сказать, дают кусочек мяса на веревочке и вытаскивают. Вроде объявила перерыв, но конвоиры отказались выводить. Ну все, значит, иди дальше. Попить воды нельзя. Значит, Саша Скочеленко приезжает в суд с кардиомонитором и долго добивает... Ну у нее диагностирован порог сердца, и она долго добивается, чтобы ей провели обследование в СИЗО. Просит в 7 часов вечера отложить заседание, потому что время работы суда уже закончено. Но, значит, и ей нужно вернуться, Скочеленко нужно вернуться в СИЗО, чтобы успеть поменять батарейки в кардиомониторе. Но, значит, судья отказывается это делать. Все равно судебное заседание прекращается, но вот перерыв отказывается делать. Значит, весь день, целыми сутками Скочеленко находится без еды и без воды. Сначала 4 часа в конвойном помещении, в грязном и душном, потом еще 6 часов в зале суда. Постоянно пребывает она уже в СИЗО к моменту отбоя. Значит, здесь уже никакой еды опять-таки нет. То есть сутками человек находится без еды и без воды. Значит, это очевидные совершенно пытки. То есть запрещается брать с собой в зал суда еду, воду и лекарства для того, чтобы поесть, сходить в туалет или выпить таблетки. Каждый раз она вынуждена просить судью о перерывах, в чем ей постоянно отказывают. То есть она целый день не может ни есть, ни пить. Вечером ее не успевают доставить в изолятор к ужину. Но на судью эти действия, эти доводы не действуют. У Саши Скочеленко диагностированы несколько хронических заболеваний. Это заболевание, которое связано с необходимостью отдельной диеты, потому что у нее случаются, от тюремной пищи постоянно случаются тяжелые осложнения. У нее порог сердца. Ее сердце останавливается постоянно на несколько секунд, что может привести к летальному исходу. Несмотря на это, судья отказывается отпустить Скочеленко под домашний арест. Значит, попытки адвокатов разрешить ей пить воду, хотя бы во время заседаний, значит, судья Демяшева отказывается даже рассматривать эти просьбы. Неоднократно вызывались в суд врачи, которые осматривали ее, и, значит, медицинские заключения о том, что, значит, ее состояние значительно ухудшается, не воздействует никак на судью. Вместо этого уже постоянно приводится некая бумажка из СИЗО, без подписи, без ничего абсолютно, в которой просто написано, что Скочеленко этапом следовать может. Кто написал это заключение, какое обследование там проводилось, никто не знает. Но вот эта бумажка является основанием для того, чтобы отказывать. Ну, короче говоря, вот это судья Демашева, это, безусловно, преступница, которая должна быть осуждена, обязательно войти в перечень тех людей, которые должны предстать перед международным трибуналом. Ну, или перед, так сказать, российским судом, в том случае, если в России что-то случится, или на какой-то части России что-то случится, и в результате этого в России возникнет, впервые за долгие годы возникнет настоящий суд. Это вот судья, очень важный персонаж из портрета. Теперь персонажи другого рода, потому что вот в этом деле Россия не представляется только черной, а есть и какие-то светлые лица. И это важно тоже сказать, потому что это действительно портрет России, а не карикатура. То есть то, что я сейчас делаю, я не хочу сделать карикатуру на России, я хочу действительно сделать реальный портрет. Это важно. В частности, филолог Светлана Друговейко-Должанская, она была привлечена в качестве эксперта и заявила, что экспертиза обвинения выполнена непрофессионально, ангажирована, что в ценниках, которые расклеивала Скочеленко, не было заведомо ложной информации. Ну, ее, как мы видим, не было вообще ложной, но уж, по крайней мере, заведомо ложной, она точно не была. Это эксперт, который сделал такое заключение. И что вы думаете, после этого, после выступления на этих процессах, филолога Друговейко-Должанскую уволили из Санкт-Петербургского государственного университета, где она работала за, кавычки открываются, аморальный поступок, кавычки закрывается. Значит, вот это портрет эксперта. Ну и дальше портрет самой Саши Скочеленко. Его потрясающее, потрясающее заключительное выступление, ну, я все, естественно, цитировать не буду, некоторые цитаты. Мое уголовное дело такое странное и смешное, что оно было возбуждено в аккурат 1 апреля. Мое дело такое странное и смешное, что иногда мне кажется, вот я зайду в зал на новое заседание, и с неба внезапно посыплются конфетти, и все странут и закричат, разыграли, разыграли. Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают, неужели за это у нас сажают? Мое дело такое, что даже сторонники СВО, которых я встречала, не считают, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние. И дальше. Благодаря моим следователям и прокурорам информацию, распространенную мной, узнали тысячи людей в России и по всему миру. Если бы меня не арестовали, эту информацию узнала бы одна бабушка, кассира, охранник магазина Перекресток. И последнее, что я хочу процитировать из заключительного слова Скочеленко. Мы, да, разве антивоенные ценники так сильно угрожают общественной безопасности? Мы произносили тексты с ценников на протяжении всего процесса. И что? Земля развязалась из-за этого? Началась революция в стране? Солдаты стали братанцы на фронтах? Ничего подобного не произошло. Так в чем же проблема? Насколько слабой верой в наше государство и общество обладает наш прокурор, если считает, что наша государственная и общественная безопасность могут порушиться от пяти маленьких бумажек? Ну и, наконец, действительно, последнее, что я хочу процитировать из заключительного слова Саши Скочеленко. «От моего деяния не пострадал никто, а я содержусь под сражей уже более полутора лет. Вместе с убийцами, ворами, совратителями несовершеннолетних и организаторами занятий проституцией. Неужели так называемый ущерб, якобы причиненный мной, сопоставим с этими преступлениями?» Конец цитаты. Вот весь этот процесс, чудовищный процесс над Сашей Скочеленко, весь этот приговор, и вот эти портреты на фоне этого процесса, портрет самой Саши, светлой, умной, яркой, портрет человека, который не боится и который считает, что то, что происходит в Украине, это чудовищное преступление, которое не может оставлять равнодушным, никого. Это портрет человека, который поступает по совести. Это портрет яркого, талантливого человека. На этом же фоне, на фоне этого процесса, портреты эксперта-филолога, который пострадал за то, что она сказала правду. Портрет следователя, который уволился, потому что он не мог участвовать в этом кошмаре. Это портреты людей, которые приходили поддержать Скочеленко, в том числе и режиссер Сокуров, который тоже там был, и другие люди. И это портреты государства. Это портреты, прежде всего, прокурора. Это портрет судьи. И это портрет глубинного народа. В лице вот этой вот пенсионерки-доносчицы. Вот это вот портрет того, что происходит, что из себя представляет сегодняшняя Россия. И приговор Саши Скочеленко, это, вне всякого сомнения, приговор России. Саше Скочеленко дали 7 лет. Я очень надеюсь, что она, несмотря на свои тяжелые заболевания, она выживет в тюрьме, и она эти 7 лет не просидит. Я очень на это надеюсь. Но в любом случае, это приговор тому режиму, который судил Скочеленко. Так же, как предыдущие исторические судебные процессы, которые я приводил, они были приговорами тем политическим режимам, тем судьям, которые выносили эти приговоры. Вот такая вот история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok